МАКС КУЛЕ МАКС КУЛЕ МАКС КУЛЕ Привет подписчикам Леры от Макса Кулен, группа ТЛ, МСЛУЗЕР, СПС, он же и т.д. и т.п. Пойдем. Мне все. Что? Мне все. Ну кто где? У меня немножко звезды. Вон там народ. Для меня это не важно. Для меня главное нужда. Душа? Да, нужда. Какая нахуй нужда? А, ты поставь? Я тоже надо пойти поставь. Не тебя стурать. А то, что кто-то пугается? Меня? Кто-то пугает. Маша, ну-ка, скажи привет. Привет! Всем подписчикам. Всем подписчикам Максима. С Новым Годом. Все заебись. Мы танцуем, мы отмечаем. Коля, куда сопровождаться? Саша, лучше не трогать. Только я по сцене. Ты шо? Я не знаю. Ты шо? Ну хорошо, что Майкеды ты сняла. Понимаешь, в чем дело? Ты же в Майкедах была. Мальчик? Ооо. Привет. Нет, нет. Нет. Вот это панорама. Да. Что заебись? Закат в деревне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем здорова! Это Макс Куле. Сейчас 4 утра 2016 года. Новый год. И мы на даче. Мы в деревне. Это даже не дача. Я сижу в бане. Это единственное место, где тепло. Я сижу в шубе. Вот банька, пожалуйста. Вот 2016 год. Там одна чупи-чупи-чупи-гаси лежит, блюет, как бы, поэтому я решил, кто-то танцует, кто-то уже спит, я решил пойти в банечку и тихонечко записать небольшое обращение, которое пойдем войдет в лог. Ну, и обрежется, конечно же. Вот. Как говорится, мы находимся в деревне. И как поет Шила из группы Кровосток. Города это пиздец. Страшнее только деревни. Ведь чем ближе ты к земле, тем ближе к тебе черви. Абсолютная правда, на самом деле. Ребята, не живите в деревнях. А если вы живете в деревнях, валите в города, потому что ничего хорошего в русской деревне нет. К сожалению, она умирает. К большому сожалению. Американские деревни, да, это большие, хорошо обустроенные, одноэтажная Америка, так называемая. А в России, ребята, все очень плохо с деревнями. Если вы хороший, подвинутый человек с амбициями, валите из деревни. Потому что в деревне делать нечего, кроме как пить и все. Вот. Скорее всего, вот так, потому что, как в песне Кровосток, деревня, там же, там же как поется. Один чувак, в общем, ну краткий пересказ песни, короче, послушайте песню Кровосток, деревня. Он, короче, был охуенным чуваком, не кислым лёхой в 90-е, 2000-е годы. Он, короче, нормально откисал в городах, там нормально все, был нормальным пацаном. Но вдруг, в 30 лет ему, в 35 стукнуло, короче, блять, поехать в деревню, то есть, побыть немножко древним. Ну, он приехал в деревню, значит, а он-то, блин, пройдоха, не кислый лёха. Но он поехал в деревню, значит, обустроил поросят, стал плечистым, порозовел, завёл, значит, щеночка. Но, в итоге, что, щеночек вырос, оказался волком, значит, загрыз Лёху, отгрыз ему полусраки. Местные ребята, значит, разворовали хозяйство, Лёха отъехал в город, блять. И, в итоге-то, в чём смысл соль, понимаете? Побег от себя, это всегда, в итоге, рваная срака. Поэтому, как я в 2013 году уехал на целый месяц за большие деньги, то есть, на эти деньги можно было бы улететь куда-нибудь в Египет, например, в те времена. А я поехал жить в деревню. Это, конечно, дало мне некоторый опыт, но не тот, конечно, что многие думают, что вот деревня, единение с природой, полная это всё хуйня, ребята. От себя не убегайте, не убегайте от себя. Если в чём-то вы это, прокачивайте себя, ну, блять. Побег от тебя, это всегда, в итоге, рваная срака.